добрый вечер дорогие наши зрители в эфире выпуск программы день люди события сегодня говорим о событии 17 ноября легендарный крейсер 1 ранга аврора свое название получил в честь фрегата аврора защищавшего петропавловск камчатский в годы крымской войны крейсер был спущен на воду в санкт-петербурге в 1900 году и вступил в строй боевых кораблей флота россии в 1903 году участвовал в сражениях в период русско-японской войны на дальнем востоке возвратившись на балтийское море крейсер аврора длительное время плавал как учебный корабль на котором проходили корабельную практику гардемарина морского корпуса в период первой мировой войны и крейсер принял активное участие в боевых действиях на балтийском море матросы крейсер и аврора приняли участие в октябрьском вооруженном восстании в петрограде 7 ноября 1917 года из орудия авроры был сделан холостой выстрел что стало сигналом к штурму зимнего дворца где заседало временное правительство экипаж крейсера активно участвовал в революционных событиях и последовавших за ними гражданской войне и отражение иностранной интервенции после восстановительного ремонта в 1922 1924 годах крейсер аврора в качестве учебного корабля вошел в состав морских сил балтийского флота на котором до 1940 года проходили корабельную практику курсанты военно-морских училищ санкт-петербурга заслуга аврора в подготовке грамотных специалистов для флота россии была огромна в десятилетнюю годовщину революции учебный корабль был награжден орденом красного знамени в годы великой отечественной войны личный состав и орудий аврора участвовали в героической обороне ленинграда 17 ноября 1948 года легендарный крейсер аврора был пришвартован у петроградской набережной ленинградой до 1956 года использовался как учебная база ленинградского нахимовского училища впоследствии крейсер стал кораблем музеем филиалом центрального военно-морского музея и в этом качестве сохраняется по настоящее время а также является объектом культурного наследия российской федерации в июле 1992 года на авроре был вновь поднят андреевский военно-морской флаг в сентябре 2014 года легендарный крейсер был отправлен в кронштадт для ремонтных работ которые завершились в 2016 году после чего он был возвращен обратно на вечную стоянку петроградской набережной понравилось наше видео подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк